Приветствую вас на канале «Строим дом своими руками». Друзья, жизнь в частном доме – мечта. Но я помню, какие сложности вызывало печное оборудование у моей бабушки. Это постоянная колка дров, принос их в дом, уголь, пыль, грязь и так далее. И наша с вами задача, как строителей и самостройщиков, по максимуму минимизировать эти сложности. По моему мнению, для постоянного проживания в загородном доме, для человека 21 века, необходимо устройство в нем комфортных условий. Одним из которых является правильное горячее водоснабжение, и отопление. В современных домах с индивидуальной планировкой, как правило, есть наличие одной комнаты, которая является бойлерной, или по-другому котельной. Если в доме до 100 квадратов можно еще расположить котел на кухне, то в доме 300+, конечно же, необходима своя комната. Кто смотрит канал уже давно, знают, что газ у нас уже закопан и проходит он в полутора метрах от забора. Именно сейчас я занимаюсь этой проблемой и прям очень активно. Но бюрократическая система нашей замечательной газодобывающей, скажем так, компании, не дает возможности сделать это быстро. Мы боремся с этим уже год, но скоро он у нас появится. Я надеюсь. Уверен, на моем канале вы уже много раз видели, как я ставил маяки. Поэтому сейчас несколько слов о том, что же такое бойлерное. По сути, это помещение отделенное от жилых комнат, в котором установлено оборудование для приготовления и подачи воды, а также отопления всего дома. Сегодня слово «бойлер» применяется повсеместно, хотя, если быть абсолютно точным, то настоящие бойлерные находятся на теплоэнергоцентралях, то есть ТЭЦ. Поэтому в частном доме понятие «бойлерное» ничем не отличается от «котельной». И в это помещение стараются установить как можно больше технического оборудования для создания комфортных условий жителей дома. Ну, по факту, это мозг дома. Я так считаю, потому что чаще всего в бойлерной комнате располагается еще и вся система видеонаблюдений, электрики, что еще от центрального пылеудаления и так далее. В общем, очень много различных необходимых для жизнедеятельности всего вот этого агрегата моментов. Это все располагается именно в этой комнате. Из черновых работ на следующий сезон у нас остается кинозал. И, наконец-то, чистовой ремонт дома. Нашел отличный калькулятор, а вместе с ним шикарный сервис. На сайте petrovich.ru можно не только выбрать из тысячи материалов именно тот, что нужен вам, но и воспользоваться отличным калькулятором ремонта, где всего лишь указав габаритные размеры комнаты, можете совершенно бесплатно получить смету на свой ремонт с актуальными ценами и точным количеством необходимого материала. Калькулятор сделает подсчет, основываясь на выбранной вами дизайн интерьера всего за 4 минуты. Целых три ценовые градации. У каждого товара подписано, почему он именно здесь. Не только считает, но и объясняет, почему этот товар в этом списке. Показывает аналоги каждому товару в смете. То есть вы можете выбрать похожий товар, если не нравится конкретная плитка или обои. Лично я, пользуясь этим калькулятором, просчитал весь свой первый этаж. И теперь точно знаю, к чему мне готовится при чистовой отделке. Можно распечатать, сохранить, чтобы согласовать. Или же сразу купить. Что меня порадовало, калькулятор считает расходные и сопутствующие материалы, о покупке которых человек изначально даже не думает. А калькулятор все показывает. Пока эта штука бесплатная, пользуйтесь моим лайфхаком. Но это еще не все. Там же находится сервис Петрович Дизайн. Пока он активен только в Питере и Москве. Сервис предлагает по фиксированной цене всего лишь за 20 дней получить уникальный интерьер. Конкретно под вашу квартиру или дом будут подготовлены чертежи и сметы. Вам нужно выбрать только те, что вам ближе. Дальше приезжает замерщик, измерит квартиру, а дизайнер согласует все ваши пожелания. В итоге вы получите на почту в электронной версии не только дизайн, а чертежи с экспликациями помещений, высотными габаритными отметками, планы, по которым можно будет идти и делать качественный профессиональный ремонт. По-моему, это очень круто. Как бонус к проекту идет список мебели и элементов декора, которые тоже можно купить. Реальные товары. Все упомянутые элементы декора можно купить в свободном доступе в ближайших всем известных магазинах. Идеи дизайна реализованы в студиях, которые много лет занимаются этим. Все проекты от профессионалов. Это становится понятно, как только на них взглянешь. За плечами 5 лет художественно-графического факультета, поверьте, я знаю, о чем я говорю. Ну и в итоге, если у вас нет большого желания, как я в своих выпусках, щеголять по пояс в штукатурке, добро пожаловать на биржу профессионалов по строительству и ремонту «Петрович.Про», где сервис совершенно бесплатно сводит мастеров и заказчиков. Все мастера проверены. «Петрович» в ручном режиме следит за ними. Все отзывы обрабатываются и принимаются решения. Поверьте, «Петрович» строгий модератор. Он тщательно следит за каждой опубликованной заявкой, за каждым выполненным заказом, каждый исполнитель проходит обязательную проверку паспортных данных, действует система рейтингов и отзывов по выполненным заказам. В силу своего увлечения меня очень зацепил первый сервис – калькулятор. Реально полезная штука. Буду и дальше следить за развитием компании. Уверен, что в ближайшем будущем ребята придумают еще что-нибудь интересное и полезное. Ссылку на все эти ресурсы я оставлю в описании под видео. Переходите, уверен, каждый для себя подчеркнет там необходимую информацию. Ну а мы продолжаем. Как вы знаете, использование в строительстве негорючих материалов является для меня важным критерием. И как же было приятно увидеть, что этот пункт в требованиях газовой котельной стоит на первом месте. На сайте Ростехнодзора есть снип, который я заботливо прикреплю под этим выпуском, в котором прописаны все нормы и требования, предъявляемые газовым котельным. Перечислю самые важные и основополагающие. В помещении бойлерной комнаты потолок должен быть выполнен не ниже, чем на уровне 2,5 метра. В помещении обязательно сделать вентиляцию дымоход, ведущий на улицу. Их высоту и параметры нужно выбирать, исходя из мощности котла и общего объема помещения. В бойлерной комнате должно находиться не менее одного окна, чтобы при необходимости была дополнительная вытяжка. Если в бойлерной установлен газовый котел, то вход в нее должен быть отдельным. Необходимо устанавливать дверь с решеткой и обшить ее изнутри. Открываться она должна только наружу. Утепленный блок для двери делают только из сертифицированных огнеупорных материалов. На этот момент, кстати, мне почему-то техник опустил. То есть в моем случае нет отдельного входа в подвал. Я этот вопрос хочу еще задеть, потому что в многих домах, где есть газовое отопление, я видел, что есть отдельный вход. Стены помещения для установки бойлера и котла делают из кирпича или бетона. Отделка стен может быть произведена с помощью штукатурки. Допускается укладка плитки на стены и пол. Ее цвет может быть любым. Выполняя оформление бойлерной комнаты, необходимо помнить, что масляная краска запрещена. Пол бойлерного помещения всегда делают из бетона. Сверху на него можно укладывать листы из металла или плитку. Главное, чтобы материалы были негорючими. В помещении бойлерной требуется соблюдать правила противопожарной безопасности. Хранение горючих материалов здесь категорически запрещено. Так же, как и курение или выполнение работ с открытым пламенем. Так, сразу по ходу работы хочу сказать две вещи. Первое. Хотел использовать бетоноправ. Это специальная присадка для того, чтобы работать прям с морозной погодой. И можно было смело использовать материал в мороз. Но, к сожалению, он сильно пластичен. Еще плюс холод. Все валится. Я поначалу даже думал, что смысла нет сегодня продолжать. Ну, так как реально валилось все подряд. И во второй замес, когда уже не стал использовать пластификатор, все получилось отлично. То есть, начало клеиться наконец-то. Две стены почти завершены. И второй момент, который я хочу сказать. Что, скорее всего, бойлерная это единственная комната, которую мы сделаем в этом году. Потому как действительно уже очень холодно. И я боюсь, что наш кинотеатр начнет потом валиться. От того, что влага не успела уйти. Или еще страшнее, если влага поднимется на этажи и начнет там что-нибудь откалывать. По оснащению есть тоже определенные требования. Котлы и бойлер должны располагаться в бойлерной комнате, не касаясь стен. К этому оборудованию обязательно должен быть свободный доступ со всех сторон. В одной бойлерной разрешается поставить не более двух котлов. Общая мощность системы, отвечающей за подачу отопления и горячей воды, не должна превышать 350 кВт. Внутри бойлерного помещения не может быть организована постирочная комната. Все стиральные машины и сушилки следует располагать в другом месте. Электрическая проводка, проложенная открытым путем, должна находиться в защитных кабель-каналах, выполненных из металла. Светильники необходимо закрывать сетчатым корпусом из металла. Все перечисленные требования направлены на обеспечение безопасности людей, живущих в доме. Только соблюдая эти важные и необходимые нюансы, можно обустроить безопасную систему для отопления и подачи горячей воды. Правильное обустройство бойлерной комнаты является залогом бесперебойной работы всех инженерных сетей дома, а также жизни и здоровья проживающих в нем жителей. Поэтому для меня, как для будущего оператора Кочегара, данное помещение является стратегическим объектом. И подхожу я к нему со всей серьезностью и ответственностью еще на стадии штукатурки. Сейчас я вам расскажу, как я предполагаю сделать правильное размещение оборудования в этой комнате. Как известно, розеток много не бывает, а тем более в комнате, перенасыщенной электрическими приборами. По левой стороне я хотел бы расположить все циркуляционные насосы. Дальше у нас идет котел, коаксиальный выход у нас находится над ним. Так как есть определенные правила расположения газового оборудования, газоанализатор может находиться не менее чем в полутора метрах от котла. Поэтому те розетки отвечают как раз за него. Если вы потерялись, то котел у нас здесь. Идем дальше. В моих мечтах расположить столешню для того, чтобы приготовить еду для собаки. Когда я говорю громко, большое эхо, поэтому буду шептать. Именно эта комната очень удачно расположена для таких целей. Раз уж у нас появляется здесь зона готовки, соответственно, вытяжка, чайник, микроволновка, холодильник. Две стены я вам рассказал. Идем дальше. Следующая стена. Первая – это пожарная сигнализация. Я хочу поставить здесь модули порошкового огнетушения. Позже вы о них узнаете подробнее, когда я заморочусь этим вопросом. Коли здесь у нас идет скважина, соответственно, будет удачно расположить здесь насос. И у нас осталась правая стена от входа. Здесь я хочу повешать систему центрального пылеудаления, о которой я уже рассказывал в предыдущих выпусках про центральный пылесос. Вход для нее уже есть. Осталось только подготовить выход. Ладно, работаем дальше. Так, а теперь немножко о размерах помещения. Минимальный объем бойлерного помещения составляет 15 кубических метров, а его площадь должна быть как минимум 6 квадратов. Причем для твердотопливных котлов площадь увеличивается до 8-10 квадратных метров. Такие нормы соответствуют объему оборудования, рассчитанному на 100 литров водоизмещения. Расстояние между котлами и бойлерами устанавливают не менее 70 сантиметров. Окно в бойлерной комнате делают, исходя из общей площади помещения. Согласно СНИПу, на каждый кубический метр задействованной площади нужно выполнить не менее 0,03 квадратных метра остекления. Вентиляцию рассчитывают, принимая во внимание размер бойлерный. Воздух в этой комнате должен быть трижды обновлен в течение одного часа. А теперь мои данные. Комната 4,300 на 3,5, то есть это 15 квадратных метров, или 37 кубических метров, и 1,1 квадратного метра остекления. То есть в принципе полностью соответствует нормативам. Чтобы избежать досадных ошибок, ведущих к переделкам готовой работы, и сделать бойлерную комнату по правилам, регламентируемым СНИПами, нужно внимательно с ними ознакомиться еще на этапе проектирования. Правильно разработанный проект уже половина успеха всего мероприятия. Еще раз напоминаю, что ссылка на СНИП под видео. Друзья, становится совершенно очевидно, что эту работу мы в этом году закончим, в 2020. Три стены готовы, и четвертую я допинаю буквально завтра. Работа легкая, потому что я понял главный секрет. Не добавляйте пластификатор, он не нужен. Про электрику я тоже расскажу в будущих сериях, и еще, я думаю, мы много выпусков посвятим именно бойлерной-котельной, потому что здесь дел миллион. Я даже не говорю о том времени, когда нам наконец-то проведут газ, и мы будем монтировать здесь котельное оборудование. В общем, работа идет, и я честно не ожидал, что в этом сезоне мы сделаем эту комнату. Она нам вышла за три дня буквально. То есть сделали в лед. Может быть, потому что я отдохну, работая на отмостке. Как бы смена деятельности, она всегда помогает. Если этот выпуск вам понравился, то, как всегда, я прошу поставить лайк. Я был рад вас сегодня видеть. Спасибо большое, что подписываетесь, ставите лайки, комментируете наши видосы. Спасибо, что вы есть. До скорых встреч. Увидимся на следующей неделе. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова